Спонсор выпуска магазин всемайки.ру Огромный выбор одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Выберите что-нибудь из сотен тысяч вариантов на сайте или воспользуйтесь приложением для вашего iOS или Android смартфона. И вы можете также сами создать свой уникальный дизайн всего за 2 минуты. Для зрителей и подписчиков канала действует 10% скидка по промокоду. Ссылки на приложение и на промокод есть в описании ролика. Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. Сегодня у нас будет очень необычный и практически внеплановый выпуск. В этом году мы всем нашим огромнейшим составом канала, то есть я и Оскар, едем на Игромир. Но это даже не официальное объявление, это я вам так просто по секрету рассказываю. Для нас это первая настолько серьезная и масштабная вылазка, как с точки зрения даже просто времени, потому что мы будем там все 4 дня и даже успеваем еще, по-моему, пресс-день захватить. Так что 4,5 или даже 5 дней мы будем тусить. И с точки зрения техники и съемки, потому что нам нужно будет там побывать практически везде, кучу всего наснимать, кучу всего вам показать. У нас, конечно, была в этом году уже поездка в офис компании NVIDIA. Тоже довольно нестандартное для нас мероприятие, но это была закрытая такая посиделка. Как бы просто съездить посмотреть это одно. А вот приехать, все заснять с достаточно хорошим качеством и потом показать вам, это, конечно, испытание совсем другого рода. Поэтому параллельно со всякими разными тестами мы занимаемся еще чисто организационной работой, составляем списки того, что нам там с собой в поездке понадобится, закупаемся всем недостающим и, в общем, решили вам вот эту организационную деятельность показать. Точнее, наверное, даже не саму деятельность, а ее результаты. Что мы покупаем, почему и как мы это будем использовать. Прежде чем продолжим, спонсорская врезка, вставка, не пугайтесь, не разбегайтесь, спонсор все тот же магазин, всемайки.ру, в котором я сейчас, на мне на самом деле футболка из того магазина, но она под этим, под толстовкой, потому что уже в офисе прохладно, и на улице прохладно, еще нет отопления. Но выпуск у нас нестандартный, поэтому я покажу немного нестандартные штуки из того же всего магазина. Вот сзади вы видите, это называется холсты. Это такие тканевые штуки с рисунком на деревянной основе. Это Клокверк, это Counter-Strike Global Offensive, и это просто композиция на тему доты. Смотрится прикольно, решил заказать их для украшения офиса. Если вам эти штуки понравились, ссылки на них есть в описании ролика. Ссылки ведут на холсты с таким же дизайном, оставлю также ссылку просто на разделы с холстами. Можете посмотреть, может что-то другое вам понравится, или, если захотите, можете вообще там свою фотку на них распечатать. Возвращаемся к теме подготовки к Игромиру. Один из важнейших и сложнейших аспектов съемки — это запись звука. Мы большую часть выпусков на канале записали вот с этой вот петличкой Dagi MiG-01. Дешевая китайская петличка, которая стоит около 100 рублей, наверное, или 200. Дает она, как слышите, довольно хороший для своей цены звук, но есть некоторые особенности в ее использовании. Она хорошо себя проявляет, если закреплена на одежде, ни с чем не соприкасается, и я неподвижно сижу и смотрю в камеру. Но стоит начать записывать что-то нестандартное, выпуск со сборкой, например, где подразумевается много перемещений меня вокруг корпуса, или там тот же тест кулеров, или если петличка вдруг заденет горло, или просто будет ненадежно зафиксировано, то вы услышите огромное количество шумов и перегруза. Ну, в общем-то, вот в последних выпусках это периодически происходило. Довольно очевидно, что с такой штукой Игромир нам не вывести. Мы рискуем потратить больше времени на исправление косяков со звуком, чем, собственно, на запись происходящего вокруг. Понятно, что нам нужно более серьезное решение в плане записи звука, точнее даже несколько решений для разных ситуаций. Одно дело, когда я буду про какую-то железку говорить или Оскар, и совсем другое дело, если мы будем у кого-то брать интервью. С интервью пока вопрос не решен, а вот микрофон, который будет на мне или на Оскаре большую часть времени, мы, похоже, нашли. Вот он все это время лежит сзади меня. Это тоже китайский микрофон AV Jeffy L606B. Но мы не заказывали его ни с Алиэкспресса, ни с другого какого-нибудь китайского магазина. Мы его купили в обычном музыкальном магазине у нас в городе. Стоит он около 42-43 долларов. В рублях мы его купили за 2800 рублей. И как бы у нас особо выбора-то не было, потому что в музыкальных магазинах в нашем городе сейчас товары разделились на две категории. Это как раз-таки китайские аналоги хороших микрофонов. И действительно хорошие микрофоны, такие как Ньюман, Шур, Шенхайзер. Но это вот категория 10 с лишним тысяч рублей, 10-15 даже. Таким бюджетом мы пока что не располагаем. Почему мы решили взять именно гарнитуру такого типа? То есть, наверное, ее нужно ближе показать. Давайте сначала я расскажу, что она из себя представляет. Потом расскажу, почему мы именно ее решили взять. Гарнитура крепится на голову. Заде есть вот такой вот ремешок. Я сначала думал, что он не пригодится и вообще даже его отстегнул. Но, как оказалось, он дает дополнительную степень комфорта. Реально, голова меньше устает. И как-то мягче просто ощущение от того, что эта штука на голове. Здесь довольно длинный шнур. По-моему, около 5 метров. И заканчивается он, возможно, непривычным для многих XLR-разъемов. Но, в принципе, если вы музыкант или знакомый с музыкальным или звукозаписывающим оборудованием, то довольно привычная для вас штука должна быть. Что странно в этом микрофоне, вот этот сам XLR-разъем, он тяжелее, наверное, чем вся остальная гарнитура. Весит он грамм 80. Это просто, как видите, цельнометаллическая какая-то капсула. Как будто бы он реально из патрона сделан или что-то такое. Ну, в общем, вот. Сам микрофон, естественно, подвижный. И его можно подогнуть так, как необходимо. Так вот, почему головная проводная гарнитура? Потому что, во-первых, беспроводная – это очень дорого. Покупать дешевую беспроводную – это очень небезопасно. Потому что гарантированно будет куча помех и разрывов. Качественное стоит дорого. Это мы уже говорим о ценах, начиная от 20 или даже 30 тысяч рублей за комплект. Почему не ручной, например, микрофон? Ну, ручной мы, наверное, тоже с собой возьмем. Потому что брать какие-то интервьюшки все-таки, понятное дело, удобнее ручным, чем вот эту штуку. Ее можно, конечно, в руках держать и подносить к говорящему. Но не самое эстетичное решение. Хотя можно. Почему не накамерный, например? Накамерный мы тоже, скорее всего, возьмем. И тоже чуть попозже это еще добавит к бюджету где-то 5-6 тысяч рублей. В принципе, я модельку уже выбрал. Ну, когда куплю, тогда о ней и расскажу. Сейчас давайте про этот продолжим. Главное и неоспоримое преимущество микрофона такого типа, это то, что у меня все время свободные руки. На выставке помимо игр будет куча железа, так что все это я смогу потрогать, показать, покрутить, рассмотреть со всех сторон. Если бы у меня в руке был какой-то микрофон, то свободный осталась бы, соответственно, только другая рука. А крутить железки одной рукой это неудобно и небезопасно. Да, был еще вариант купить более качественную прикличку, но это все равно нужно следить за тем, где она закреплена, какой звук она ловит. И также нужно следить, чтобы она не задевала одежду или там шею, ну или еще что-нибудь. В данном случае все гораздо проще. Микрофон один раз настраивается в то положение, в котором он лучше всего ловит мой голос и меньше всего ловит окружающий шум. И все. Ни шею, ни одежду он уже никак не заденет. В общем, одно сплошное удобство. Такой вариант мне понравился и я почему-то не видел, чтобы вот с такими гарнитурами люди бегали по выставкам. Ну, может быть, бегают, по крайней мере, чтобы на камеру говорили. Может быть, делают, может быть, пользуются такими решениями. Просто вот мне на глаза не попадалось и я решил попробовать. В общем, да, во-первых, любопытство, а во-вторых, на мой взгляд, это должно быть довольно практично. И нет, сейчас я говорил не в гарнитур, а все в ту же петличку. Как слышите, звук не изменился. Провод-то вот у меня в руке. Я думаю, следующий важный вопрос, на который нужно ответить, это как такой микрофон подключить к камере. Вот тут вступает в игру мой секретный гаджет, который я купил еще зимой. И про который я уже сделал выпуск, это пульт Behringer 302 USB. На нем есть полноценный XLR-вход, к нему подключается микрофон, а пульт уже подключается к камере через 3,5-мм разъем. Плюс такого решения в том, что с пульта можно вывести звук для оператора, чтобы оператор в реальном времени следил за отсутствием помех и в случае необходимости мог повысить, понизить громкость или подработать звук немножко эквалайзером. Да, кстати, в выпуске мы пишем на камеру Canon EOS M, первого поколения, самую первую камеру в этой серии. Может быть, я про нее как-нибудь тоже отдельный выпуск сделаю, просто довольно часто в комментариях спрашивают. И у этой камеры нет выхода для наушников, есть только вход для микрофона, поэтому петличку я могу на прямую камеру подключить, но при этом звук никак не отмониторить, поэтому довольно часто мы пользуемся пультом для мониторинга звука. Есть, конечно, вариант еще обзавестись рекордером, это немного компактнее, в общем-то, и несколько удобнее, но с рекордером можно будет мониторить звук и записывать параллельную дорожку в сам рекордер, но при этом эквалайзером ничего не подправить и громкость на лету не подкорректировать. И потом рекордер стоит, если говорить про Zoom H1, например, довольно популярную модельку, сейчас она стоит в рублях около 8, 7,5-8 тысяч рублей. Опять-таки, некоторое время назад ее можно было купить еще за 3,5, за 7,5 это довольно дорого. Ее старший собрат Zoom H4n стоит вообще каких-то страшных денег, около 20 тысяч рублей, наверное, по нынешним ценам он и раньше-то стоил, что-то около десятки, может, больше. Пульт мне обошелся в 3,5 тысячи рублей еще зимой, да, в принципе, и сейчас на него цены не сильно изменились. Следующий логичный вопрос, чем этот пульт запитывается? Мы же не сможем бегать с удлинителем по всему выставочному центру. Ну, тут ответ кроется уже в самом названии пульта. Напомню, моделька Behringer 302 USB, он не только подключается к компьютеру по USB, но он еще и получает питание по тому же USB-проводу. Так что его можно подключить к пауэрбанку и забыть про него на неделю. Или к ноутбуку. Или даже к телефону. Да, его можно подключить к телефону через ОТГ, и ему будет этого достаточно. Возможно, мне чуть раньше стоило надеть эту гарнитуру и продемонстрировать вам звук. Сейчас я хочу показать, как примерно будет выглядеть комплект оператора. По ту сторону камеры сидит Оскар. Может быть, кто-то еще думал, что это мой воображаемый друг. Нет, самый настоящий и реальный. И сзади него, в общем-то, лежит тот самый пульт, который сейчас уже подключен в розетку. Микрофон вставляется в пульт, и из пульта выходят два шнура. Один, который подключен к камере, и второй шнур, это, собственно, наушники, через которые Оскар мониторит звук, чтобы не было лишних помех, шумов, и чтобы уровень громкости был в норме. Наверное, после петлички для вас звук этого микрофона несколько непривычен, да и для меня он требует немного большей дополнительной обработки. Но это не будет нашим основным микрофоном для выпусков. Он нам нужен будет, во-первых, на Игромире, что очевидно, и, во-вторых, для подвижных выпусков, как сборка компьютеров или тесты какие-то, где мне будут нужны обе моих руки, и мне нужно будет там много перемещаться по комнате. И сейчас мы записываем выпуск в абсолютно тихом помещении, во дворе никаких шумов, там в коридоре никаких, в комнате Оскар сидит, внимательно смотрит в камеру, и там не играет музыка, никаких, в общем, никаких посторонних шумов нету. Давайте посмотрим, как этот микрофон проявит себя в экстремальных условиях, потому что наверняка и вам интересно, и нам важно было проверить микрофон до того, как мы попадем на выставку. В общем, мы вышли на улицу, на довольно оживленный перекресток, где ездит много маршруток, много грузовиков. Это, конечно, не шум толпы и не громкая музыка, но все равно какое-то представление получить можно. В общем, смотрите, что у нас получилось. Говорить потише? Я думаю, на выставке я не смогу говорить тише. Я думаю, что в реальных условиях, когда будет такой шум, я просто физически не смогу говорить тише. Либо нам нужно будет убавить чувствительность микрофона или там, не знаю, чувствительность чего-нибудь, камеры. Давай сейчас попробуем прибрать... Грузовик едет, я сразу теряюсь, когда такое происходит. Да, давайте больше грузовиков. Не-не, ладно, не показывай, там все страшно. Оскар говорит, что со звуком все хорошо, мне интересно вернуться в офис и послушать, насколько это правда. Ну что ж, тест-тест, раз-два-три, тест-тест. И давайте просто для сравнения небольшой тест звука с микрофона, который встроен в камеру. Микрофон я могу снять, абсолютно никакого звука сейчас отсюда не идет, мы его отключили от камеры. Но я не знаю, вообще, слышите ли вы то, что я сейчас говорю, но это так, для общего представления, какой уровень шума здесь на улице стоим между двумя не сильно закруженными дорогами, это далеко не центральный проспект, но все равно здесь есть паршютки, грузовики, и, в общем-то, довольно шумно. Тест-тест, раз-два-три, тест-тест. Трафика меньше не стало, шума вокруг меньше не стало, появился даже вроде как легкий ветерок. Надеюсь, что нам хватит этого материала для такого звукового анализа и для составления какой-то картины. Спасет нас этот микрофон в реальных условиях или нет? Ну, так, мне нужно еще что-то говорить. Да, это не самый лучший, не самый точный, не самый вокально пригодный микрофон в мире, но, тем не менее, для задач, которую мы собираемся на него возложить, он подходит замечательно. И да, там на улице микрофон был немного неправильно расположен, он захватывал дыхание и слишком близко был к губам, поэтому он иногда ловил такие неприятные призвуки от букв П, Б, ну и им подобных. Мне больше понравилось и меня больше порадовало то, что он не сильно ловит окружающий шум. Я реально думал, что результат будет гораздо хуже. Надеюсь, что он нас уже в реальных условиях не подведет. Напомню, микрофончик AV Jeffy LV606B стоит он 42-43 доллара или 2800 рублей в рублях. Я им доволен, для наших целей и задач он подходит отлично, я могу его назвать хорошим выбором, но все-таки хорошим выбором именно для нас. Это не универсальный вариант и далеко не каждому он нужен. Хотя он может подойти еще для каких-то конференций, например, если вы, скажем, спикеры, вам еще параллельно нужно что-то рисовать там на доске или на листе бумаги. Ну, для каких-то таких вот говорильных задач он подойдет. Для вокала, скорее всего, нет. У него довольно маленький диапазон. Да, и еще чуть не забыл очень важный момент, который касается фантомного питания. Для того, чтобы этот микрофон работал, ему нужно фантомное питание. На самом микрофоне нет никакого блока для батарейок, поэтому предполагается, что или пульт ему будет давать питание, или отдельный блок фантомного питания как раз-таки с батарейкой. То есть, если его подключить просто к компьютеру через переходник, сигнал будет очень-очень слабым. На коробке указано, что ему нужно питание около 10 вольт. В интернете я еще встречал, что там чуть ли не 30 или не 50. Скорее всего, все-таки верные данные это то, что около 10 вольт. Потому что Behringer, несмотря на свою мобильность, способен выдать 15-вольтовое фантомное питание. Для этого микрофона хватает без проблем. Даже уровни несколько занижены, чтобы перегруза не было. Поэтому, мне кажется, там ни о каких 30 или 50 речи быть не может. 10 вольт, скорее всего, это верные данные. Поэтому, еще раз, это далеко не повседневный вариант, и он далеко не всем нужен. На этом заканчиваю. Надеюсь, что вам было интересно. Будет еще несколько видео о технике, которую мы готовим с собой на выставку. Будут, конечно, куча видео с выставки. Она будет проходить в начале октября в первых числах. Но, наверное, я сделаю отдельное такое серьезное официальное объявление. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям, если вам здесь нравится. Заглядывайте в описание. Там ссылки на всякие классные штуки из магазина всемайки.ру. Ссылки на нашу группу ВКонтакте, на форум, на Инстаграм, где куча спойлеров раньше всего появляется. В общем, загляните, посмотрите, какая там движуха идет. И увидимся с вами в новых выпусках. Пока.